Продолжаем нашу серию до дна, поговорим о том, что закончилось, о чем я составила финальное мнение, о чем буду избавляться, что буду дальше разнашивать, о каких-то трендах в моей парфюмерной жизни за последние где-то полтора месяца. Продолжаем разговор. Единственный свежак, который меня реально впечатлил, вот не угадайте от кого, ну давайте я вам дам 15 секунд, так, попытайте представить, от кого Маши могла бы, от кого свежак мог бы Машу впечатлить. Подумали? Монталь. Вот от кого не ждешь свежаков вообще. Но, если бы, можно было бы как-то сразу разом избавиться от всех моих свежаков в моей коллекции, которые, по-моему, размножаются почкованием, я не знаю, откуда у меня вообще появляются в коллекции свежаки. Я их не люблю, я в них мало что понимаю, но их все время как-то вот, ну вот тут добавлю до бесплатного шиппинга, ну вот тут где-то попался за 10 долларов. И тут, и тут, и вот просто у меня целый ящик свежаков, которые я не знаю, что с ними делать. Если бы можно было заменить все это, взять, хорошо, вот у меня будет один служебный такой рабочий свежак. Что бы я выбрала? Я бы выбрала Монталь Салейл Ди Капри. Я даже напомню сейчас себе. Мне его прислала в Атливанте, тоже от Сенбёрд, можно взять. Нет, надеюсь, он еще есть в наличии. Прислала его Рената, моя подписчица, которая мне когда-то подарила, никогда ее не забуду, вечно я буду благодарна. Целую коробку парфюмов, в том числе, она мне прислала в загажник Англоманию. Спасибо тебе большое, Рената. Так вот, она мне прислала, ей не пошел этот Монталь Салейл Ди Капри. Вы знаете, ну а для меня это вот тот самый озоновый свежак, который не уходит в какую-то тропическую сладость, не слишком горький, как Джунипер Слинг от Пенхаллиганс, или Оде Кортье, или те же Колонии от Ирмес. Он именно такой вот озоновый бодрящий, и он стойкий собака. Вот я им пользовалась, когда я хотела проснуться, знаете, как-то встрепенись, тряпка. Особенно хорошо на жару, да, когда ты чувствуешь, что ты оплываешь. Но при этом, то ли у тебя нет желания, то ли у тебя нет времени, там с собой что-то классили, обновлять ты можешь просто забыть на день. Вот, три пшика, и вы весь день будете вот таким свежим, бодрящим, свежачком от вас будет плохо ухать. Очень классная вещь, честно, хочу, хочу себе, и хочу избавиться от всего остального. Хочу, чтобы у меня был Солейл Ди Капри от Монталь, он отправляется в хотелки, и хочу, чтобы больше никогда я ничего другого не покупала. Для меня это вот просто рабочая лошадка свежаков на жару, когда нужно взбодриться при этом. Потому что он не... есть свежаки успокаивающие, есть легкие, а этот свежак, который такой вот на работу, когда на улице плюс 32. Классная вещь, очень рекомендую. Вот от кого, правда, не ждала. С огромным удовольствием у меня всегда в жару прекрасно идет самсара. Это у меня EDP, Eau de Parfum, 2 мл я себе отлила, жалею, что не отлила больше. У меня самсара нового разлива, говорят, что она не так прекрасна и не такая специевая, как оригинальная самсара, но вы знаете, мне она нравится. То есть мне не с чем сравнить, но мне она очень нравится. А для меня это вот какой-то такой запах каленого песка в чем-то. То есть вот нет каких-то, ни какой-то определенной горечи, ни каких-то колких специй, кои можно найти в слонике от кинзо. Самсара мягче, проще в каком-то смысле, ну, по крайней мере, современная самсара. Но при этом она очень хорошо у меня идет в жару. Вот какой-то вот такой запах слегка каленого песка, по которому вот легкий бриз пробегает. Очень хорошо. Мягкие нюдовые специи этого месяца, это был Сафран Трублан от Лартизан Парфюмер. Прекраснейший, мягенький, приятненький, такой, знаете, легко-пряничный такой какой-то здесь Сафран, такой пряничек. Пряность такая нежнейшая, мягчайшая. Прелесть, прекрасная туалетная вода, очень мною любимый нюд. Два миллилитра улетела вот только за раз. Им можно обливаться, поэтому зря я не налила себе миллиметров десять, надо было, конечно. Вот тоже, тут от ненависти до любви. Вот откуда что берется? Кати Эмироад. Классика жанра, такой квадратный с зеленой жидкостью колонь, который стоит, ну, по крайней мере в Америке, вот эти, ну, знаете, прям самые-самые для рабочих людей колонии от Кати. Я брала, ну, 10 долларов или меньше. Это Эмироад от Кати считался в свое время шелемаром для рабочих людей. Здесь ваниль и шипровое начало, то есть ваниль в базе, шипровое начало в самом открытии. Говорят, что Эмироад старого разлива будет поглубже, как-то, да, поглубже и побогаче в своем раскрытии. Новый Эмироад, который можно купить, опять же я сказала, за копейки, очень плоский, бьет немножко такой алкогольной химичностью, что-то в стиле лака для волос. И ваниль там тоже очень такая в базе, она не ощущается трехмерной, она такая плосковатая. Тем не менее, опять на жару он мне вдруг пошел. Я думаю, ну, блин, надо было еще налить. Вот именно в жару он открывается как будто бы мягче. В сухом климате, умеренном климате Кремниевой долины, где приблизительно сухо и плюс 23 все время, из него вылезают все эти какие-то химичные неприятные ноты. А на раскаленном воздухе тропиков он как-то мягчеет и становится более пушистым, более податливым и очень приятным на каждый день. Поэтому я, вы знаете, отолью себе еще и буду продолжить его размашивать, потому что у меня вот такое ведро его стоит где-то. Точнее, оно едет ко мне. Любимейший мой шипр, над которым я над каждой каплей тряслась, потому что сделала отливан всего 2 мл. И, как видите, у меня обсессия неожиданная в тропиках пошла на шипр и фужеры. Откуда ни возьмись. Убиган Аперсю. Боже, какой он. Он сочный, солнечный. Это вот, понимаете, вот, если можно сделать сок-концентрат из шипр, который собой представляет все прекрасное, что есть в зеленом шипре, это Аперсю от Убиган. Я его обожаю. Я его обожаю настолько, что я вот бью себя по рукам каждый день, чтобы с Эбэя не купить себе какой-нибудь наборчик. Ну, под эгидой мне нужен крем для тела шипровый, в котором был бы еще один флакон. Понимаете? Мне кажется, что вот как только у меня закончится что-нибудь еще, может быть, румба закончится, как только у меня появится возможность, я таки куплю себе гель для душа или крем для тела Аперсю от Убиган. Потому что это мой любимейший шипр на данный момент. Он, с одной стороны, несложный, не горький, понимаете, он вот как вот хороший люкс. Это вот тот шипр, который яркий представитель своего семейства, вот этих зеленых шипров, но при этом в нем нет такой сложности, которую нужно разнашивать, привыкать к ней, какую-то искать погоду под это. Он вот прям хорош со всех сторон. Золотое сечение шипров, на мой взгляд. Еще один шипр. От ненависти до любви. И это, я пытаюсь вспомнить, было ли такое в моем прошлом, не могу вспомнить. Хорошо, не могу вспомнить, скажем, первый раз за мою парфюмерную историю, когда я продала флакон и пожалела. Я сделала себе от Левант, чтобы как бы для библиотеки, чтобы потом вспоминать, что это было. Это Penhaligon LP No. 9. Марганцовка. Там прозрачный флакон с вот такой вот цветом марганцовки, жидкостью. Это цветочный шипр. Он чем-то... Вы знаете, такая женская версия пены для бритья. Потому что он действительно очень похож на пену для бритья. Но, опять же, я не в плохом умею этот смысл. Допустим, для меня Chanel Premier это пена для бритья. Но за цены Chanel, извините, подвиньтесь. Я не буду покупать аромат пены для бритья за такую цену. Но если вы любите Chanel Premier, и вам такая вот шипровость какая-то очень нравится, Penhaligon NLP No. 9. Это один из самых дешевых пенталегонов, Penhaligon. Который можно найти в онлайн дисконтах. Поэтому его можно купить в три раза дешевле, чем многие другие известные Penhaligon. Обратите внимание, если вам нравятся вот такие вот... Пена для бритья, плюс сухие цветы, плюс немножко цитрусов. Вот как-то так. И опять, мне он не нравился. Ну это, конечно, да, это вот английская классика. Ну да, ну хорошо, ну не мое. Ну не мое это было. В Калифорнии, в тропиках, ну что ты будешь делать? Вот я его как на себя вот распшип, и думаю, о, аж нос прочистился хорошо-то как душисто. Вот в этой влажной душной температуре. Вот это вот, да, колкая, он как будто воздух немножко осушает вокруг меня. Вот эта пена для бритья, Penhaligon. LP номер девять, ну, он вот душистый, такой цветочно-травный, сухой. Я его еще продала очень задешево, представляете? И вот теперь сижу и думаю, купить-не купить, купить-не купить, купить-не купить снова. Потому что если я зараза, куплю опять, и потом опять он мне разонравится, я себе этого не прощу. Поэтому пока буду им пользоваться, буду надеяться, что когда я воссоединюсь со своей коллекцией парфюмов, я внимательно просмотрю все свои свежаки, все свои шипры, все свои фужеры. И буду стараться получать удовольствие от того, что у меня уже есть. И если буду продолжать страдать по LP номер девять от Inhaligon, тогда я его куплю. Но я еще выжду пару месяцев. Но вот тут тоже, на удивление, от ненависти до любви, номер девять, это самый легавный запах пены для бритья, который мне когда-либо попадался, который еще и прекрасный унисекс, потому что он мягче, цветочнее, более округлый, чем все другие такие классические пенные ароматы. Опять же, на удивление, я даже сделала об этом пост в своем блоге Миллиора Мария на Инстаграм, сделала обзор на этот аромат. Трэвел Сайз от Димитер, называется он, тут уже не прочитаешь, Джинджер Эйл. Это вот, да, вот типа у нас, по-моему, наша версия, это годировка Байкал, да, такой вот. Я небольшой любитель ароматов Димитер, но этот их Джинджер Эйл, он настолько яркий, бодрящий, оптимистичный и очень-очень стойкий. Единственный минус Джинджер Эйла Димитер, это то, что он масляный, и он может оставлять стейнс, пятна на одежде. Но, тем не менее, я вот выдула, что-то у меня оставало, где-то 6 мл. Я исключительно, конечно же, на кожу наносила, и в каком-то смысле это масло даже увлажняло мне кожу, что мне очень нравилось. С огромным удовольствием выдула этот Джинджер Эйл, такой радостный, такой оптимистичный, но думала купить себе его в полном размере, думаю, ой, как это бодро, как это весело, а потом подумала, ой, у меня таких вот освежающих, лимонных, а-ля имбирных ароматов. В оконной маленькая тележка, думаю, ладно, обойдусь. Поэтому Димитер Джинджер Эйл могу рекомендовать, если попадется по хорошей цене, но не могу сказать, что это что-то особенное. Плюсы в нем это яркость, оптимизм и стойкость, минусы он оставляет пятна, он очень жирный какой-то. Добила я свой любимец, обожаю этот парфюм, купила я себе его уже в большом размере какое-то время назад, но наконец-то закончился у меня тревел, это Ван Клифф и Нарпелс, это его тюковая линейка, Гардения Питаль. Замечательное, акварельное, мягкое Гардения, что для меня очень важно без туберозы. Очень часто Гардения идет вкупе с туберозой, поэтому их часто путают. Я туберозу не выношу на дух, потому что у меня от нее головная боль сразу начинается, видимо, у меня некая гиперчувствительность на этот компонент. А Гардению обожаю. Гардения бывает очень разная, и вот именно это для моего акварельного вкуса подходит идеально. Ее можно, если ей политься, можно довести до состояния очень яркого и сладкого парфюма, тем не менее, если вам хочется именно вот, знаете, вот как бывают такие красивые акварельные букеты с такими большими пышными белыми цветами, вот именно такое ощущение у меня возникает от Гардении Питаль от Ван Клифф и Нарпелс. Прекраснейший вариант Гардении на каждый день, она не слишком сладкая, она не горькая, она не зеленая, она вот поэтическая, очень рекомендую, с удовольствием добила, здесь у нас сколько? 7,5 мл, и у меня где-то на треть уже отпит флакон. Добила, ну это уже я так добивала, уже в тропиках как-то у меня плохо шло, но тем не менее добила. Нарцисса Родригес for her in color. Фуксиевый яркий флакон. Это версия Нарцисса Родригес, которая чуть более, я бы сказала, замшевая в сравнении с оригинальными. Тем не менее, этот его фирменный мускус, я, мне было очень любопытно, как он будет раскрываться в горячем, влажном климате, и, к сожалению, к сожалению, хороших новостей нет. Очень кислить и куда-то впотнить начинает этот мускус в горячем, влажном климате. Я очень расстроилась, я надеюсь, что, может быть, как-то что-то я придумаю, как носить Нарцисса Родригес ароматы здесь, потому что, как бы, климат я поменять не могу. Исторически очень уважаю вот этот фирменный его мускус, люблю его ароматы. Я пропустила, в общем-то, всю классику, когда весь культ зарождался этого парфюмера, да, и его парфюмов. Поэтому для меня они не заезженные, потому что для меня они были слишком тяжелые, когда они только вышли на рынок, потом я как-то благополучно все вот это прошло мимо меня, и я подсела на Родригеса буквально там 2-3 года назад. И так по чуть-чуть, полегонечку стала их пробовать. Поэтому я немножко в таких расстроенных чувствах. У меня ни один, ни два, ни три Родригеса, и мне хотелось бы их носить. Но мускусы, к сожалению, все анималистичные ноты очень причудливо и неожиданно могут раскрыться во влажном и горячем климате. Иногда это может работать прекрасно, как некоторые арабские парфюмерии, а иногда просто ужасно. Это вот как бы вопрос индивидуальных предпочтений и, конечно, работы, взаимодействия с химией кожи. В общем, пока Нарцисса Родригес Фа Хорен Калор я обожала в Калифорнии. Очень уверенно добивала эти 5 миллилитров. И последние где-то полмиллилитра я добивала уже после переезда во Флориду. Но я от флакона избавляться не буду. Но пока все Родригесы у меня встают на паузу, пока я не придумаю, как их здесь носить. Неожиданно, легко и приятно, вечерком у меня пошли Корнер Барселона ароматы. Тоже очень акварельные. Я бы не сказала, что в них есть такое гениальное или шокирующее, но это вот люкс. Таким должен быть люкс, на мой взгляд. И их аромат Sweet William, аромат такой цветков дикой гвоздики с мягкими специями, он как раз по моему принцу Уильяму и посвящен. Как он меня радовал. Вы знаете, у меня такого рода ароматов, вот этих вот мягких, ласковых специй, их очень много. И для меня это как бы зона комфорта, для меня вот мягкие, пряные ароматы это нюд, мой парфюмерный нюд. У меня очень их много, я все их люблю, и мне как бы можно еще, еще, еще. Sweet William от Корнер Барселона мне безумно понравился, он легко носится, он не очень стойкий. Я бы сказала, что, если уж так сравнивать, опять же, очень много на них похожих. Тот же Architects Club от Arquist и вообще парфюмы от Arquist. Они очень близки по своему ДНК вот с этим вариантом от Корнера Барселоны, Sweet William. Они как-то, в принципе, плюс-минус взаимозаменяемы. Они не можно, нельзя сказать, что они клоны друг друга, но такие слегка пыльные, слегка пудровые, такие мягкие, мелко-мелко, такое пюре из специй с какими-то цветочными акцентами. Вот, в общем-то. И вполне, вполне на это можно остановиться с описанием аромата. Но он просто такой милый, он такой элегантный, он такой легкий, что мне хочется его в полном флаконе. Но он отправляется у меня пока на такой второй круг хотелок. Если он мне попадется на хорошие-хорошие скидки, я с удовольствием его бы приобрела. Но особой нужды у меня в нем нет, потому что, я вам уже сказала, у меня таких, такого рода ароматов, просто мульон. Ну, например, у меня целое ведро, целая бадья, Fils de Dieu от Etat Libre d'Orange, которую я отношу, собственно, в ту же самую категорию. Прекрасно у меня использоваться, особенно в начале весны, вкупе с колониями от Prada. Очень они схожи по своему общему такому ощущению. Это реплика от Mason Margiela Lipstick On. Я не знаю, почему я такой сноб. Я никак не разорюсь на полную бутыль, хотя для меня это самый лучший такой вот пудровый аромат. У меня их тоже очень много, но вот тут прям, ну вот так хорошо. Но я сноб. Я вот не считаю, что Mason Margiela стоит своих денег. А найти Lipstick On на хорошие скидки мне не удается, хоть убей. Но я дождалась. Lipstick On снят с производства, и теперь его еще труднее найти. Но я... С чем я только не сравнивала? И Валентина Донна, и Lipstick Rose от Frédéric Malle, который вообще совсем другой. Совсем другой. Даже я не понимаю, почему их сравнивают постоянно. Я бы не сказала, что Валентина Донна там даже рядом, где цел. Валентина Донна такая классическая, сахарненькая такая база. Нормально. Там красивый флакон. Флакон там стоит, наверное, своей цены. Но то, что внутри, приятно, не более того. Но Lipstick On от Mason Margiela. Он прям вот у меня где-то засел. Я его прям люблю. Вот люблю. И никак не могу разомкнуть вот этот внутренний конфликт, чтобы уж даже купить себе его. И вроде год без покупок. И мне не нравятся их бутылочки. Мне не нравится их ценовая политика. То есть мне не нравится все. То есть я не хочу любить этот бренд. Вот в чем проблема. Не хочу я любить Mason Margiela. Но я обожаю Lipstick On. Я купила себе то, что я здесь себе наливала. Я купила себе набор, знаете, я не знаю, кто-то, видимо, из-под полы продает. Набор пробников. Прям запечатанный. Там 20 штук было там по полтора миллилитра. Они все за разу наполовину еще пустые, что обидно. Ну ладно, я их просто сливаю в нормальный спрей и постепенно расходую. Но скоро, в общем, у меня уже не останется ничего. Аромат снят с производства. Что делать с собой я не знаю. Вот так. Очень горячий я хотела для меня Lipstick On. Не могу ничего. Даже рядом ничего не стояло с ней. И у нас здесь пойдет одно... Одна такая мистика для меня. Два миллилитра. Медленно, медленно у меня уходили. От Сержа Летанц. Это Форроу Нуар. Это их сладкая, липкая база гурманская, типичная для Сержа Летанца. Все его гурманики. С добавленными на нее сверххорошими, такими черными, перечными специями. Я люблю многие ароматы от Сержа Летанца. Тем не менее, почти все, за редким исключением, их гурманские ароматы выбыли из моей коллекции. Был момент, когда у меня было 20 бутыльков. Сейчас осталось, не соврать, ну, может, 4, 3, 5. В лучшем случае, надо посмотреть. Вот Форроу Нуар. Это последнее, что я добавила в свою коллекцию. Я подумала, раз я люблю специи, у них ароматы. Возможно, это тот компромисс между их гурманникой и специями, который мне будет легче носить. Очень стойкий аромат. Очень яркий. Одного пшика хватает просто вот так, по самой неболой. Если его нанести... Я один раз ошиблась, не знаю, что у меня нашло. Я нашла три пшика, я практически задохнулась. Я его возненавидела. После этого добивать его стало очень тяжело. Но вот эти 2 мл у меня добивались с Нового года. Потому что, как я уже сказала, там одному пшика хватает вот так. Вот я его могу носить только в микродозах. Тогда он мне нравится. Чуть больше, и он просто меня душит. Он стоек вот на повал. И аромат, который окончательно убил любые мои надежды подружиться с этим брендом, это у нас Николай. Патрисия Николай ее бренд. И аромат называется Amber Cashmere Intense. Я сделала себе отливал. У меня есть полный флакон 30 мл. Я себе, как говорится, к переезду наотливала всего. Вот это был один из них. Дико мне не понравился этот прокисший чай шиповника. Это их Royal Rose. Что-то там у меня еще было. Ну, в общем, у меня там несколько ароматов. А, Нироли я тоже... Как-то страшно он фонит чем-то очень неприятным. Я думаю, ну, господи, ну, амбра-кашмир. Ну, само слово сочетание. Ну, что может быть приятнее, чем амбровый кашемир? Ну, вот серьезно. Вот все равно в нем есть какая-то... Это, видимо, это их ДНК. Я поняла, что, наверное, дело не в аромате, не в том, не в другом, не в третьем, а просто мне не подходят их базы. Они мне все чем-то неприятно фонят. Вы знаете, как вот в сифоне чем-то вот их... Входишь в комнату, думаешь, господи, чем так разит? Вот что-то есть такое плоское, кричащее для меня, только для меня в их базах, что у меня постоянно вот как-то вот как-то плоско и громко. Не ложатся на меня, не садятся на меня эти ароматы. И если уж амбр-кашмир мне показался, что он сифонит, то я поняла, что я сдаюсь. Я просто сдаюсь с брендом Николай. Я прощаюсь на долгие-долгие годы, я так понимаю. Я буду пытаться избавляться от всех парфюмов, которые у меня есть от этого бренда. Увы и ах, кому-то повезет на Беркаре, когда я их наконец-то, когда я высоединюсь в своей коллекции, сфотографирую и выставлю их на продажу, потому что ароматы, в принципе, не так-то легко найти. А теперь любимая многими бухгалтерская часть серии до дна. Это каков же выход у нас. Итак, у нас здесь абсолютно пустых 19 контейнеров. Они все разного размера. От 10, 8, 5, 10, 8, 5, 7 и 2 миллилитра. Всего 20 разных номинований. Я говорила даже о большем количестве, просто не все я добила до конца. Некоторые я просто упомянула, потому что я еще продолжаю носить эти парфюмы. Но в целом, как бы здесь у меня наполовинку, здесь это 4 миллилитра я отпила ранее Ди Капри, прежде чем я решила, что все, я не буду мучить кошку в этом плане. Всего получилось выпито. Сегодня я вам отчиталась за 80 миллилитров ароматных жидкостей. 80. Вот так вот, да. Многие меня часто после таких шокирующих заявлений спрашивают, да как же ты используешь такое количество парфюма. По поводу чего я думаю снять видео о парфюмерной политике. В какой-то момент об этом снимала такую импровизированную болтологию Карина Цакоэлла, по-моему, недавно она сняла продолжение. Я, знаете, так и думаю, а не снять ли мне тоже. И вообще, я даже подумываю, не организовать ли такое видео в парфюмерный тег. Потому что есть определенные категории каких-то внутренних субъективных правил, про которые мне очень бы интересно было и вам рассказать, и послушать о других парблогерах. Если вам такая идея нравится, то напишите, пожалуйста, комментарий внизу. Ну что, дорогие друзья, это, в общем-то, все. Есть у меня еще тут целая батарея парфюмов, которыми я активно пользовалась, но по такой классической схеме я вам рассказываю в серии до дна о том, что я добила суммарно все, что прям закончилось. Я уже теперь, видите, сколько у меня тут... Сейчас мы сделаем с вами бухгалтерию, вам скажу, сколько ароматов и сколько литраж был использован. И все, что я доиспользовала, теперь я делаю ротацию и продолжаю там снашивать то, что еще не сносилось, или делаю себе новые отливанты. Я обожаю эту свою систему ротации отливантов, которая позволяет мне видеть, что у меня используется как, в каких количествах, какие у меня есть внутренние тренды. Мне все это очень нравится, и опять же, это все очень мобильно, можно порасовать по разным сумкам, поставить у кровати, поставить там, не знаю, в ванной, еще где-то. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте ему лайк, поделитесь, пожалуйста, в соцсетях со своими друзьями, кто еще не в курсе о моем канале. А я с вами прощаюсь, жду ваших комментариев, ваших впечатлений и мыслей на озвученные парфюмы, и вообще, как у вас проходила ваша весенняя ротация парфюмов. Будет очень интересно мне почитать, что у вас там происходит в вашей парфюмерной жизни. А за всем прощаюсь, и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok